Музыка Уважаемые коллеги, невольно слушаю на протяжении уже более двух с половиной часов, невольно сопровождая на пост министра Дальнего Востока и Арктики развития Чекункова Алексея Олеговича, невольно вспоминаешь и других коллег, вспоминаешь слова известного советского руководителя, когда он говорил, что кадры решают все, и постановка этого вопроса абсолютно актуальна и на сегодняшний день. Наверняка благословение Государственной Думы и поддержку получат все кандидаты на высокие посты. Хотелось бы пожелать одного, чтобы потом не потеряли силы, тогда, когда придется крепко работать. Наш Комитет Государственной Думы по региональной политике проблемы Севера и Дальнего Востока рассмотрел представленную председателем правительства Российской Федерации кандидатуру на должность министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Чекункова Алексея Олеговича. Хочу отметить, что большинством голосов при трех воздержавшихся комитет наш рекомендует Государственной Думе утвердить Чекункова Алексея Олеговича на должность министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Нет смысла говорить, что сегодня значение развития Дальнего Востока, так и Арктики является острым и актуальным. На федеральном уровне сегодня действует национальная программа развития Дальнего Востока до 1935 года, уточнена стратегия развития арктической зоны России. В соответствии с законодательством создаются территории опережающего развития, оказывается внушительная поддержка резидентам, привлекаются инвестиции, заработала программа Дальневосточный гектар, а сегодня уже говорим и об арктическом гектаре, создаются рабочие места, оформляется льготная ипотека для молодых семей и на Дальнем Востоке. Кстати, это большая заслуга министра, ну, наверное, можно говорить уже бывшего, Козлова Александра Александровича, именно при его активном участии, вот это все было практически за небольших, вот два с небольшим года, все это было сделано. Но проблем остается достаточно. И вчера наши депутаты полтора часа, а наши депутаты, большинстве своем избранные, от северных до восточных территорий, практически говорили и задавали вопросы, говорили о проблемах, на что Алексей Олегович прямо заявил, и я могу дословно сказать, на заседании комитета Алексей Олегович отметил, что необходимо слышать голоса жителей Дальнего Востока, Севера и Арктика. Алексея Олеговича мы знаем по совместной работе, он в системе министерства работал более шести лет, в проблемы погружен, абсолютно активный, грамотный, толковый специалист, и я уверен, что при поддержке нашего комитета, при поддержке других комитетов, а практически перекликаются все проблемы, не случайно я говорил, что проблемы остаются, и самое главное, сегодня не прекращается отток населения в территории Дальнего Востока. Коллеги, только назовут цифры. 20 тысяч человек уехало в 2017 году, 33 тысячи в 2018 году, 11 тысяч в 2019 году, но сейчас пандемия и отсутствие финансового передвижения слабовато. Основная причина, я думаю, мои коллеги знаете, за эти годы, 4 с лишним года мы с вами об этом говорили, это низкий уровень качества жизни в северных и дальневосточных регионах. Приведу только маленький пример. Курильские острова, прекрасно понимаете, что это не маяк России, это начало Российской Федерации, и сегодня как никогда необходимо поддержать Курилы, чтобы жители, люди, которые живут и работают там, жили не в худших условиях, чем в Москве, в Санкт-Петербурге, либо в больших городах. Маленький пример. Значит, предусмотрено 2 миллиарда рублей из заявленных и обоснованных 19 миллиардов. Реализация программы развития заканчивается в 2025 году, а значит, не будут построены 4 детских сада, 4 школы, волнозащитные сооружения и так далее, и так далее. Поэтому я уже не хочу говорить о дальневосточных авиаперевозках. Здесь и министр тот, который будет, безусловно, после голосования, знает эту проблему. В марте уже раскупаются билеты. Необходимо раз и навсегда решить эту проблему, если мы хотим людей завлечь туда, чтобы люди жили, работали и оставались. Поэтому я думаю, что Алексей Олегович практически погрузился, он и не выходил из этой ситуации. знает все проблемы. Главная задача сегодня-завтра активно приниматься за решение непростых вопросов. Комитет и Госдума, я уверен, поддержат вас. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова